Самурай должен прежде всего постоянно помнить. Помнить днём и ночью, с того утра, когда он берёт в руки палочки, чтобы вкусить новогоднюю трапезу, до последней ночи старого года, когда он платит свои долги. Помнить, что он должен умереть. Напутствие, вступающему на путь войны. Вы на канале Лето Средневековья, и мы предлагаем вам отвлечься от европейского быта и попробовать осмыслить характер жизни людей этой эпохи в других частях света. И начинаем мы этот непростой путь с обряда, который для нас стал, пусть и незаслуженно, но одним из символов самурайской Японии. Путь самурая – это смерть, однако далеко не всегда она была в бою. Харакири, или как японцам больше нравится – сепуку, буквально переводится как «вспарывание живота» и является ритуалом исключительно военного сословия. Да-да, крестьянам и чиновникам, которых было немало, не позволялось подобным образом умереть. Для японских воинов-самураев это была привилегия, традиция, которая связывала воина-самурая и его даймё. К нему прибегали в разных случаях. Например, даймё мог приговаривать самурая к подобной казни. Или, если самурая оскорбили, обвинив его в предательстве господина, он мог прибегнуть к сепуку в качестве самооправдания и таким образом доказать свою невиновность и верность своему правителю. Также сепуку совершалось, если была угроза пленения самурая, ибо попасть в плен – это позор. Особенно часто это проявлялось в ходе длительных осад. Руководители оборонной крепости, зная о том, что рано или поздно их пленят, прибегали к сепуку. Иногда после смерти своего сюзерена, самурай, желая доказать свою преданность, также прибегал к этому ритуалу. Стоит сказать, что сепуку является невообразимо болезненным и мучительным способом покончить с собой. В основном для данной процедуры использовали короткий меч вакидзаси, или же более короткий нож танто. Почему именно живот? В философии дзен-буддизма, центром жизнедеятельности человека и местоположением его души считалось не сердце или голова, а живот. И таким образом японцы верили, что они освобождают свою душу. Так как же японцы додумались до подобного? Какова история данного ритуала? В литературе очень часто можно встретить, что сепуку появилась, когда зародилось самурайство, то есть в 12 веке. Оно и верно, ибо одно без другого немыслимо. Однако что же, войн в Японии до 12 века не было? Значит и ритуала тоже? Нет, войны были, а ритуала не было. Но характерные ему поступки уже существовали. Первые упоминания в японских источниках о случаях подобных событий, которые повлияло бы на умы тогдашних людей, относятся к далекому 587 году. Тогда в Японии соперничали два знатных клана – Мононобе и Сога. Первые, в свою очередь, были более знатными и служили некими жандармами. Вторые монополизировали право выдавать невест императорской семье, тем самым став на долгие годы самым знатным и управляющим кланом в Японии. Помимо борьбы за влияние на императора, была и другая проблема – распространение новой религии – буддизма. Клан Мононобе ярко критиковал новое учение и предлагал императору запретить его распространение. Но клан Сога, увидев в буддизме нечто дополняющее синтеизм, стал активным сторонником данного учения. И вот началась война, в ходе которой и произошел инцидент. Японский источник Нихон Сёки гласит, В ходе финального сражения между противоборствующими кланами произошел любопытный инцидент. Сподвижник великого предводителя Мононоба на море по имени Йородзу командовал большим отрядом людей, охранявших особняк предводителем на него. Однако, услыхав, что великий предводитель пал, Йородзу дезертировал. Узнав об этом, военное командование приговорило его и всю его семью к казни. Тогда, по собственному решению, Йородзу сошел с холмов, с мечом на боку и копьем в руке. Однако, в ходе боя со стражниками, Йородзу, будучи раненым, схватил кинжал и вонзил его себе в горло. Поначалу, данный поступок вызвал ярое негодование во дворе клана, из-за чего тело Йородзу должно было быть разрублено на восемь частей. Но когда правитель собирался исполнить указ, прогремел гром и хлынул дождь. И вот, белая собака, которую держал Йородзу, посмотрела на небо, и Воя обошла вокруг тела, а затем взяла голову своего хозяина в зубы, положила ее на древний курган. После этого она легла с телом, где и умерла, не принимая пищи. Поступок пса очень удивил правителя Кавати. И тот сказал, «Собака вела себя так, как мало кто в этом мире. Нужно, чтобы об этом поступке знали и в грядущих веках. Приказать родным Йородзу построить гробницу для захоронения его останков». После распространения дзен-буддизма, и, как мы понимаем, убеждения о местоположении души в животе, у нас, то есть у них, появляется первый случай совершения именно сепуку, который относится к концу 12 века, в годы ярого противостояния кланов Тайра и Минамото. Оба клана вели свое происхождение от императорской семьи и тесно соперничали между собой за влияние на императора. Как мы знаем, данное соперничество закончится в 1192 году, когда Минамото но Юритомо создаст первый сегунат. Однако, интересующее нас событие произошло раньше. В 1170 году японский военачальник Минамото но Томо и Томо, будучи окруженным на небольшом острове превосходящими силами клана Тайра, покончил с жизнью, совершив сепуку. Ровно через 10 лет клан Минамото вновь отличится. В 1180 году принц Матихита, поддерживаемый кланом Минамото, как наследник императорского престола, был атакован и преследовался отрядом рода Тайра. В ходе битвы у реки Удзи военачальник Минамото но Юримаса пытался спасти принца, убеждая его бежать, однако сам был ранен стрелой. Чтобы не попасть в плен, Минамото но Юримаса совершил в храме Бэдуин сепуку. Шли года, и ритуал прочно засел в умы японского служивого сословия. Все дошло до того, что необходимо было как-то приспосабливать сие действия к реалиям времени и строго вводить последовательность совершаемых действий. В 17 веке, в ранние годы Сюгунато Токугава, самоуничтожительный ритуал получил развитие. Дабы человек не мучился, в агонии и часами был введен помощник, который должен был нанести финальный удар. Самурай, которому предстояло совершить сепуку, был одет в белое кимоно. Он получал последнюю трапезу и двойную порцию саке. Часто он писал так называемые предсмертные стихи. После этого самурай обнажал живот и складывал кусок ткани вокруг середины лезвия своего ножа. Однако стоит заметить, что все эти каноны растаптывались при необходимости быстро совершить ритуал. Ибо если условно форт в осаде и никуда не деться, то стихи не сочинишь, разве что саке закинешься вместе с помощником. В связи с рассказом истории данного ритуала нельзя пройти мимо событий, которые известны любому ценителю кинематографа. В 1701 году до имя Асану Наганори во главе клана Ако было поручено принять послов императора в замке Сёгун. А за порядок отвечал служащий у Сёгуна мастер церемонии Кира Юсинака. Заметив, что Наганори не во всем следует правилам, Кира стал упрекать его при свидетелях. В ответ на это Наганори, недолго думая, выхватил меч и ранил мастера, за что и был приговорен к Харакире. Ибо в замке Сёгуна строго-настрого запрещено обнажать оружие. После приговора его лишили всех владений, а оставшиеся без службы самураи, ставшие ронинами, поклялись отомстить обидчику. Кира ждал вместе и скрывался. Два года понадобились, чтобы подготовить нападение. Наконец 47 ронинов во главе с Аиси Куроноске пробрались в замок Кира и исполнили задуманное. В знак выполненного долга они торжественно пронесли через все это голову убитого и возложили на могилу господина, после чего предали себя властям. В ожидании решения суда их взяли на поруки известные даймё, которые в глубине души сочувствовали вассалам, не уронившим честь и отомстившим за честь господина. В феврале 1704 года их приговорили к Сэпуку. Что они выполнили с чувством исполненного долга без малейшего колебания? Эта история легла в основу многих пьес, рассказов и фильмов. В 1868 году со страшным ритуалом познакомились европейцы. По законам тому времени иностранцам нельзя было входить за пределы определенных районов Японии, но 11 французских моряков, нарушив запрет, побывали в городе Сакай. Японцы, напуганные буйными белыми людьми, вызвали самураев, которые прибежали, и, не сумев образумить западных варваров, расправились с ними. Французский консул пожаловался властям и добился, что виновные самураи будут приговорены к смерти. Через некоторое время представителя Франции пригласили на казнь. 20 самураев сидели в ряд и по очереди принялись совершать ритуал. Консул оказался крепким. Он вытерпел смерть 11 самураев. На 12-м ему стало плохо. Оставшихся он попросил помиловать. Желание пострадавшей стороны было уважено. В 1873 году Сэпуку, как судебный приговор, был отменен. Император Мэйдзи считал, что такой вид казни – пережиток прошлого. Однако Харакири, как способ ритуальной самоликвидации, не исчез. Даже во время Второй мировой войны были случаи массового Сэпуку. Японские солдаты и офицеры предпочитали покончить с собой, но не попадать в плен. Официальный ритуал был запрещен правительством в 1968 году. Однако в 1970 году именно таким образом с собой покончил знаменитый писатель Юкио Мисима. Это случилось после провала его попытки устроить государственный переворот во время студенческих беспорядков. Заметим, что на самом деле известных случаев совершения в Сэпуку в истории Японии немного. Масс-медиа растиражировала образ самурая, совершающего Харакири. Поэтому у зрителя может возникнуть впечатление, что Сэпуку была крайне распространенной, да и даже будничной практикой любого самурая. Но это не так. Этот ритуал был достаточно редким явлением. Уже в 18 веке был категорически запрещен такой вид Сэпуку, когда после смерти Сюзерена наиболее преданные ему вассалы совершали самоказин. Вот такая история. Если вам интересно услышать большее о средневековой Японии, обязательно напишите нам об этом в комментариях. Продолжение следует...